Очень много предубеждений относительно этого процесса, что здесь при постановке банок лопаются капилляры и сосуды. На самом деле, если бы капилляры и сосуды лопались, то синяки были бы вот эти вот иного характера, они бы были, например, как после удара твердым предметом. А данные синяки они возникают из-за того, что сосуд не совсем рабочий, там кровь застоялась. Если простым языком объяснять, то форменные элементы крови через стенку слабого сосуда пропотевают межтканевое пространство и появляются вот такие вот синячки. Многие задают вопрос, можно ли ставить банки поверх следов, поверх тех следов, которые остались от предыдущих сеансов. Ну тут нужно опираться на ощущение пациента, если человеку, если пациенту больно при нажатии на синячки и ему доставляет дискомфорт сам массаж, то, конечно, мы и массаж должны прекратить делать и, соответственно, дать коже отдохнуть. А если у пациента все нормально, если пациент спокойно лежит и не испытывает никакого дискомфорта во время массажа, то можно смело ставить баночки, чтобы снять напряжение с мышц. Китайцы подарили всему миру помимо акпунктуры еще и вакуумный массаж, который, кстати, в Китае практиковался не одну тысячу лет. Говорят и кричат, что банки на позвоночник ставить нельзя. В таком случае мне всегда, если это специалист, который имеет какое-то отношение к массажу, мне всегда интересно, какая оценка у него была по анатомии, потому что что-либо сделать вакуумной такой вот маленькой баночке позвоночнику и тем более межпозвоночному диску сделать какие-то плохие вещи невозможно, потому что здесь у нас достаточно большой слой мышц, остистые отростки и поперечные, то есть достаточно мощные костные структуры. Дальше идет спинной мозг и только потом уже идет сам межпозвоночный диск, который очень мощно спаян между двумя костными структурами. Поэтому банки, постановка банок на район позвоночника абсолютно безвредна и более того, если вы поедете в Китай, то увидите, что там вакуумные банки ставят ровно вот таким же способом, в воде повсеместно. Что делают вакуумные банки? Вакуумные банки захватывают поверхность мышцы и кожи за счет вакуума. И в этот момент происходит как раз выход форменных элементов, если сосуд, при условии, если сосуд слабый, в межтканевое пространство. Мозг воспринимает постановку банок как перенапряжение мышц. И, соответственно, сейчас мозг посылает сигналы, чтобы эти мышцы расслабились. Но мышцы расслабиться не могут, потому что их зажали банки. И интересный эффект наступает, когда мы снимаем банки, происходит резкое и мощное расслабление мышц спины, сопровождаемое приятными ощущениями у пациента. Наши бабушки и дедушки раньше в Советском Союзе ставили банки исключительно во время простуды, кашляя, например. Не подозревая о том, что вакуумная терапия имеет достаточно широкий спектр применения. Вакуумную терапию можно применять как при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, так же вакуумная терапия применяется при постановке банок на суставы. И опять же здесь камень приткновения – это мышцы. То есть за счет того, что мы снимаем напряжение, нагрузку с мышц, напряжение с мышц, улучшается функциональное состояние организма в целом. То есть если есть классическая, возьмем, разберем, классическую проблему пловцов, это когда профессиональных пловцов вдруг внезапно начинает болеть плечо. И как правило, вот как показала моя практика, если человек вовремя обратился, ему можно всю дельтовидную мышцу заставить банками, вакуумными, дельтовидную мышцу, надосные и подосные мышцы, надосные и подосные мышцы, и тогда буквально боль уходит с плеча буквально за 1-2 сеанса. Мой рекорд – это 1 сеанс. Пловец, который мучился от боли в плече 2 месяца, пришел ко мне, на массаж, я ему поставил банки, и на следующий день он мне написал смс, что спасибо, Миша, плечо больше не болит, я плаваю отлично. Ну, как раз настал момент, когда мы снимаем банки. В этот момент пациент чувствует облегчение, как будто с него сняли 20-килограммового плиту. После банок всегда рекомендуется попить, ну, как и после массажа, попить водичку тепленькую. Если это зима, хотя бы минут 15 посидеть в теплом помещении, потому что тело пациента разгоряченное. Выглядит это, конечно, непрезентабельно, но результаты дает хорошие. Обычно, повторюсь, 5-10 сеансов, и большинство проблем уходит. Продолжение следует...